Привет, ребятки! Меня зовут Карен Керпетян, я архитектор и дизайнер интерьеров. Если вы подписаны на меня в соцсетях и смотрите меня на ютубе, я думаю, вы видели этот ролик. Меня всегда бесят такие выходы на лоджию, ну что это такое? Какой-то коротыш-подоконник, ступенька для того, чтобы выйти на лоджию, и опять же, дверь без стекла. Если в вашей квартире есть выход на лоджию, то, скорее всего, он выглядит как ужасная буква Г. Почему это плохо? Во-первых, это композиционно некрасивый прием, когда окно у вас вот такой вот Г-образной формы. А во-вторых, это уменьшает и без того небольшое количество света, которое поступает в комнату из-за того, что лоджия выступает таким своеобразным козырьком перед окном комнаты. Многие мечтают расширить пространство квартиры за счет лоджии, но просто нести стену нельзя, это незаконно. Мы нашли красивое и функциональное, и самое главное, законное решение, которое я покажу в этом ролике. Разбирать эту тему я буду на примере двух наших проектов. Первый – это однушка, 38 квадратных метров. Я думаю, вы видели этот ролик, если нет, то вот можете по ссылке посмотреть. И что мы здесь сделали? Во-первых, мы убрали этот вот Г-образный проем, сделали окна в пол, радиатор передвинули вот из этого места, где он был, на стену, сделали его в цвет стен. Это тоже такой достаточно прикольный прием. И многие, кстати, когда вот смотрели ролик, даже не поняли, где находится радиатор, постоянно спрашивали о нем, куда же мы его дели-то. Утеплили в круг лоджию, заменили остекление. Здесь это было сделать легко, потому что сам проект дома не предполагал какого-то фасадного остекления, которое вот идет с первого этажа до последнего. Это просто было отдельное окно, которое можно было снять, холодное отдельное окно, и поставить теплое. Второй пример у нас еще в реализации – это двухкомнатная квартира площадью 53 квадратных метра. Мы здесь также убираем Г-образное окно, но из интересного мы смещаем влевее этот проем, так чтобы справа у нас вошли пеналы для кухни. На кухне повесить радиатор места нет, поэтому мы его заменили на внутрипольный конвектор без вентилятора, чтобы не было какого-то дополнительного шума во время работы. Конвектор такого размера имеет малую мощность. И фактически мы его здесь поставили для того, чтобы он отсекал холод от окна, если, например, на лоджии не будет включено отопление. А отопление там можно делать только электрическое. Но для того, чтобы пространство кухни-гостиной нормально отапливалось, мы чуть увеличили мощность радиатора в гостиной. Но чтобы получилось так красиво, нужно потратить деньги на проектные решения и кучу времени на согласование. Вот давайте об этом и поговорим. Начнем с АЗОВ. Прежде чем что-то ломать, нужно разобраться, а можно ли это сделать. Во-первых, нужно понять, что в вашей квартире – лоджия или балкон. Вы как угодно можете себе представлять отличие лоджии от балкона, но если в поэтажном плане дома в экспликации написано, что это лоджия, то это лоджия. Если балкон, то это балкон, даже если он застеклен. По закону собственник не имеет права менять как-то фасад здания, потому что каждый фасад согласовывается в администрации, находится там проект, и, соответственно, вы как-то его изменять не можете. Так вот, грубо говоря, логика такая, что когда вы меняете что-то внутри лоджии, это как будто бы не видно на фасаде. В то же самое время любые манипуляции на балконе считаются манипуляциями с фасадом, что делать запрещено. Да, в этом мало логики, потому что часто балконы тоже бывают истекленные, и также за этим истеклением не видно, что происходит на этом балконе, но, тем не менее, имеем, что имеем. Поэтому, если у вас на поэтажном плане в экспликации написано, что у вас балкон, то, скорее всего, законными способами вы ничего не сможете сделать с этим г-образным окном. Еще раз повторю, просто так убрать стену и объединить лоджию с квартирой нельзя. Безусловно, есть серые решения, когда можно на проекте перепланировки указать, что у вас здесь остается остекление между лоджией и квартирой, а потом, после уже приемки администрации, его убрать. Но я бы не рекомендовал так делать, потому что, ну, всегда законодательство как-то усиливается, усугубляется. Прям предвижу, как люди из мосжилой инспекции будут ходить, смотреть и наказывать вас за вашу самодеятельность. Поэтому, что предлагаем мы? Убрать подоконный блок, убрать ступеньку, сделать двупольные распашные двери и таким образом объединить пространство лоджии и квартиры. Когда выход на лоджию можно менять? Первый и самый беспроблемный вариант, когда у вас каркасный дом и все наружные стены заполняются либо из газобетона, либо из кирпича, кто во что гораст, в общем. И, естественно, вот эти стены наружные, они не несущие, и там можно делать любые комбинации этих проемов. Ступенька или порог, кому как больше нравится, в этом варианте тоже не несет никакой нагрузки. Это такой же газоблок, нахрен можно снести. Но прежде чем что-то ломать, я бы все равно порекомендовал пойти в администрацию и пообщаться насчет вашего Г-образного окна. Второе, это когда наружные стены несущие. Например, они могут быть монолитные, кирпичные, либо панельные. И здесь все несколько сложнее, чем с газобетоном. Например, в монолитном доме легко можно убрать подоконную часть, но я бы на всякий случай все-таки проконсультировался с автором проекта дома. Мало ли, вдруг там какая-нибудь есть несущая способность у этого, ну, точнее, вот этот подоконный блок несет какую-то нагрузку, хотя, ну, вероятность очень низкая. И после этого бы уже принимал какие-то решения. Если это кирпичный дом, то тут надо смотреть, какие перекрытия, сборные, либо монолитные. Смотреть, как, в общем, вот эта часть подоконная и ступенька, ведущая на лоджию, несут ли они эту вот плиту, перекрытие на лоджии. Если нет, то, конечно, здесь это все тоже можно спокойно убрать, но предварительно надо, конечно, эти все решения согласовать. В панельных домах практически во всех сериях, кроме 2007, до 2007 года постройки, можно убирать подоконную часть, но, опять же, нужно смотреть внимательно на проект, на серию дома. В некоторых сериях вот эта вот ступенька подоконная и подоконный блок несут нагрузку вот этой вот плиты, которая защемляет плиту лоджии. И поэтому тут надо изучать документацию, принимать взвешенное решение. Но такие решения вам будут стоить просто сотни тысяч рублей и месяцы согласований. И после этого еще какое-то время на переделку. На мой взгляд, это просто нецелесообразно. И если мы предлагаем такую концепцию, то предлагаем в каркасных, монолитных домах, когда наружные стены не несущие и сделаны из газоблока, либо из кирпича. Потому что это просто и быстро сделать. В панельных домах после 2007 года постройки вам точно не разрешают убирать ни подоконный блок, ни эту ступеньку, которая ведет на лоджию. Так что пытаться там что-то согласовать вообще бессмысленно. Еще раз хочу проговорить про противопожарные простенки. Мне тут просто хуй накидали под этим роликом в комментариях. Типа, я дурак, не понимаю, ничего не знаю про такие вот вещи, как противопожарные простенки. Все я знаю, сейчас поясню. Противопожарные простенки требуются как дополнительный путь эвакуации в зданиях, в квартирах, точнее, которые выше 15 метров от уровня земли. Все, что ниже, там никакого противопожарного простенка не нужно. Но опять же, в МОЖИЛ инспекции по другие городам не знаю, как там реагируют на противопожарные простенки. На это не смотрят, ну, по крайней мере, не обращают какого-то пристального внимания. Но даже если вам говорят, что надо сделать противопожарный простенок, то вы этот противопожарный простенок можете сформировать глухим остеклением. Потому что в законодательстве написано, что нужна глухая плоскость, за которой человек может спрятаться. И вот эта глухая плоскость должна быть шириной не меньше метра двадцати. Никто не говорит, что это должна быть именно стена. Это может быть и глухое остекление с противопожарными требованиями, выполненными. И вот если у вас простенок этот метр двадцать, и вас требуют вот с вас этого простенка метр двадцать, можете сделать часть окна глухим, так, чтобы выполнить эти требования. Что мы делаем с самой лоджией? Естественно, ее утепляем в круг полы, стены, потолки, утепляем их пенополистиролом, либо пенополиуретаном. Второй, кстати, более эффективный. Так делать по закону нельзя, то есть нельзя утеплять лоджии. Но, когда вы делаете проект перепланировки, просто нужно это не афишировать. Утеплитель на стене между лоджией и комнатой, естественно, можно убрать, потому что теплый контур мы расширили. И это нам увеличит лоджию примерно на 15 сантиметров. Остекление – это отдельный больной вопрос, потому что бывает остекление просто, окно, которое можно вытащить и поставить теплое, новое. А бывает остекление фасадное, которое, каркас этого фасадного остекления идет с первого до последнего этажа. Разобрать как-то, убрать вот это вот остекление невозможно. И здесь есть два варианта. Либо вы ставите второй контур остекления, что не очень круто, либо меняете вот каждый холодный стеклопакет на теплый и утепляете алюминиевый каркас с пенополистиролом. Кстати, такое решение мы делаем вот в этой двухкомнатной квартире. Давайте теперь поговорим про радиаторы. На самом балконе или лоджии нельзя ставить водяные радиаторы, только электрические, потому что, ну, по логике всех вещей, вы не можете поставить в холодном помещении радиатор, потому что это может просто заморозить систему. И так как по документам вы не утепляете лоджию, то там у вас должен висеть электрический радиатор. Так как подоконный блок мы сносим, то нужно подумать, куда разместить радиатор. Он, естественно, по логике вещей становится где-то слева или справа от окна. Например, вот в этой вот однушке мы его повесили справа. Если нет такой возможности, как вот в этой двухкомнатной квартире, то можно поставить конвектор внутрь пола, такой специальный, но без вентилятора, потому что, я повторюсь, конвекторы, на мой взгляд, это очень неэффективный способ отопления квартиры. Всегда нужно его дублировать, если уж он появляется, дублировать радиатором, и тогда все будет хорошо работать. Безусловно, существуют мощные конвекторы, но если без вентилятора, то они будут огроменными, а если с вентиляторами, то шумными. И, на мой взгляд, это какая-то так себе история. Какие двери можно поставить на замену этому страшному Г-образному окну? Например, в однушке мы использовали обычные алюминиевые распашные двери, их еще называют перегородками, но с плотным прилеганием. Второй вариант – это использовать обычные оконные конструкции, ПВХ или алюминий. Например, в этой двухкомнатной квартире мы использовали ПВХ, но тут есть такой нюанс. Мы используем штульповое окно, то есть без центральной стойки. Если открыть оба окна-двери, то у вас не будет по центру никакой стойки, и можно спокойно курсировать на лоджию и обратно. Ничего не будет мешать. Два слова про порожки. Я уже говорил, что их можно в домах, где наружные стены не несущие, из газоблока, либо из кирпича их можно спокойно убирать. И, честно говоря, я вообще не понимаю, зачем их до сих пор повторяют и повторяют из проектов проекты-архитекторы. Это просто ошибка, от которой можно легко избавиться. Ну что, ребятки, вроде бы я рассказал все базовые знания. Главное, не забывайте, что все нужно делать по закону и по уму. Поэтому обращайтесь в первую очередь к специалистам и на встрече имейте с собой поэтажный план с экспликацией, чтобы сразу же обсуждать предметно все ваши запросы. И помните, чтобы создать классную и красивую квартиру, нужно сначала продумать ее планировку. И поэтому, прежде чем грузить своими идеями чиновников, чертежников, обращайтесь к нам. Никакие чертежники не создадут вам квартиру для жизни. Они машинально просто раскидают мебель, технику, не задумываясь о будущем дизайне квартиры. Мы в Александр Тишлер сделаем классную и согласуемую планировку, с которой вы можете уже легко пройти все бюрократические процедуры. На этом все. Как всегда, целую и обнимаю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова